Позади более двух месяцев пандемии, прожитых в карантине. По вашему мнению, как это отразилось на комбинате и есть ли у Запорожстали план выхода из этого кризисного периода? Пандемия стала испытанием для всех нас, не только для Запорожстали, а для всех металлургов, как Украины, так и бывшего СНГ. Все достаточно тяжело переживают последствия этой пандемии, потому что наши основные рынки закрылись. И связано это с теми, что были нарушены наши традиционные цепочки поставок. Просто для примера. У нас есть заводы в Италии, на которые наши мариупольские комбинаты поставляли слябы. Когда там наступила пандемия, заводы были закрыты, соответственно, потребность в слябах снизилась. Это привело к тому, что мы остановили часть доминых печей на мариупольских предприятиях. Наш традиционный рынок – это Турция, куда мы поставляли достаточно большое количество рулонов для трубных предприятий, которые делали трубу и поставляли ее в ту же Европу. В Европе ударила пандемия, соответственно, потребление трубы и строительство ограничилось. Турецкие заводы потеряли заказы, также остановились и перестали эти заказы давать нам. У нас сократилось количество заказов, поменялась структура заказов. Мы максимально стараемся загрузить наши мощности для того, чтобы выполнять наши социальные обязательства, как в части выплаты зарплат, так и в части оплаты налогов. Потому что прекрасно понимаем, что нынешнее кризисное время, фактически мы, наверное, одни из немногих представителей крупного бизнеса, которые продолжают поддерживать все выплаты как сотрудникам, так и государству. В том числе очень яркий пример нашего поведения в кризисе – то, что мы отказались от тех налоговых льгот, которые предлагала нам государство. Коллектив научился работать дистанционно. Мы освоили, наверное, те инструменты, которыми не пользовались ранее. То есть очень большой вклад сделали наши IT-службы. Это Метинвест Диджитал и Метинвест Бизнес Сервис, которые предоставили достаточно большой спектр онлайн-сервисов, которые позволили нам выполнять наши стандартные функции в виде совещаний, каких-то коммуникаций при помощи электронных средств и электронных программ. То есть та же работа в ТИМСе уже для нас, наверное, стала традиционной и помогла нам отказаться от наших очных совещаний, которые мы проводили, для того, чтобы все чувствовали себя в безопасности, и мы все-таки минимизировали риски заражения людей и избежали массового скопления людей. Для коллектива карантин стал самым неожиданным стрессом, который потребовал быстрых изменений. Как вы оцениваете работу коллектива в этот период? С какими сложностями столкнулась команда и как их преодолела? Ну, я могу дать оценку на текущий момент. Я считаю, что команда «Запорожтали» справляется с теми вызовами, которые у нас возникли. Да, это сложно. Пока мы подстроились под все новые наши реалии, когда плохо стало нашим потребителям, плохо сразу же стало и нам. Поэтому в нынешних условиях мы должны максимально нашего потребителя поддержать, создать ему комфортные условия, чтобы все заказы, которые мы можем собрать на рынке, мы максимально собирали и производили их у себя. Тем самым загружая свои мощности и обеспечивая работой коллектива. Ослабление карантина многие восприняли, как его полную отмену. В обществе обсуждают риски и плюсы ослабления карантина. Даже поговаривают об открытии баз отдыха. Какое ваше мнение на этот счет и будет ли завод открывать свои здравницы в сезон отпусков 2020? Смотрите, да, действительно, вы абсолютно правы по складывающей ситуации. У нас люди очень сильно устали уже от всех этих карантинных мер, от масочного режима. Есть уже большое внутреннее сопротивление у каждого человека. И я считаю, это, наверное, здесь просто нужно запастись терпением и перетерпеть, потому что послабление карантина – это не его отмен. И снижение заболеваемости, которое произошло у нас в стране, оно произошло именно благодаря тем усилиям, которые предпринимались как на уровне страны, так и на уровне нашего холдинга, так и на уровне нашего отдельно взятого предприятия. Ведь мы ввели там достаточно жесткие ограничения. Мы, где-то нарушая порой комфорт наших сотрудников, мы заставляли всех соблюдать масочный режим. Мы выдавали средства дезинфекции, мы заставляли пользоваться этими средствами. И это дало конкретный результат того, что мы имеем, наверное, один из самых низких показателей в Европе по заболеваемости. Но если мы сейчас резко дадим слабинку, то мы получим обратные эффекты. Мы получим просто-напросто пиковые значения в заболеваемости людей и получим еще большее карантинное ограничение взамен. То есть вместо послабления мы можем получить еще более жесткие ограничения буквально через месяц-полтора. Если люди не будут серьезно и ответственно относиться к тому, что болезнь никуда не ушла. И казалось бы, то, что там большинство случаев проходит в легкой форме, это не значит, это опять же не повод, что нужно расслабляться. Вопрос безопасности, здесь его нужно рассматривать не так, как меня заставляет что-то делать, а так, как я это делаю для того, чтобы обезопасить других. Потому что если у меня даже нет симптомов, но я являюсь носителем вируса, то соблюдая меры предосторожности, такие как социальная дистанция, такие как масочный режим, такие как дезинфекция постоянная, я делаю безопасным нахождение со мной других людей. Как моих близких, так и просто каких-то людей, которые на улице. Поэтому я считаю, что в любом случае к всем этим ограничениям, которые остаются, к ним нужно максимально ответственно относиться. То есть нужно продолжать носить маску в общественных местах, нужно соблюдать социальную дистанцию. Теперь, что касается работы наших баз, сейчас мы еще находимся в стадии обсуждения, но честно скажу, мы рассматриваем различные варианты. Поскольку в первую очередь для нас это безопасность наших сотрудников, то для того, чтобы их обезопасить, мы смотрим как варианты неоткрытия этих баз, для того, чтобы не допускать массового скопления людей, так и, допустим, частичного функционирования с соблюдением всех карантинных мер. Если базы будут закрыты, мы просто будем рассматривать вопрос выплаты компенсаций. Опять же, конкретного ответа, как мы себя будем вести, его нет. Сейчас все эти меры рассматриваются и в любом случае для всех предприятий Митинвестор будет принято единое решение, как мы действуем и как мы будем бороться за то, чтобы наши люди были в безопасности. Потому что наша основная задача это не допустить заболеваемости и повышение заболеваемости наших людей. Какие меры предпринимал комбинат в борьбе за здоровье сотрудников и будет ли ослаблен карантинный режим на Запорожстале, как это произошло на государственном уровне? В преодолении всех этих кризисных явлений и ограничений, связанных с коронавирусом и сейчас у нас выстроилась достаточно стабильная и эффективная работа. В принципе, остались еще, опять же, много есть над чем работать и в плане улучшения нашей эффективности, и в плане улучшения условий работы наших сотрудников. У нас остается один только путь наверх, поэтому вот по нему и будем карабкаться вверх, вверх, вверх к новым результатам, к новым достижениям. Действует штаб, который ежедневно собирается и определяет, во-первых, есть перечень открытых вопросов, на которые, точнее, есть ситуация, которая динамично меняется, да, она связана и с заболеваемостью, и со случаями заболевания на предприятии, на которые необходимо реагировать. Также на появление новых рекомендаций о введении или снятии новых ограничений со стороны Министерства охраны здоровья. Соответственно, мы должны оперативно реагировать на все эти моменты, которые возникают и будут обеспечиваться до момента отмены масочного режима. Диссредствами точно так же будет полное обеспечение. Теперь идет смягчение карантина, и мы понимаем, что часть сотрудников мы можем допустить обратно на рабочие места. Но как их допускать? Вопрос. Потому что есть определенные ограничения. Если раньше у нас в небольшом кабинете могло находиться там 3-4 человека, то теперь должен находиться один человек на 10 метров квадратных площадь. Соответственно, мы понимаем, что всех сотрудников мы обратно не вернем в администрацию. То есть мы должны реорганизовать наши рабочие места таким образом, чтобы часть сотрудников вернулись и находились на рабочих местах. Часть сотрудников продолжит работу на удаленном доступе. При этом они могут периодически меняться по мере производственной необходимости. Сегодня случился случай с заболеванием сотрудника, который работал на удаленном доступе и заболел. У нас есть также уже случай массовой вспышки, когда сотрудники для того, чтобы оптимизировать свое движение, ездили сообща на машине 5 человек, и все дружно. Один заразился, заразил всех остальным, кто ездил с ними в машине. И на все вот эти моменты мы реагировали и вводили те или иные ограничения, и выводили людей на карантин, тех, кто с ними общался. По сути, мы потеряли целую бригаду. Целая бригада выведена на карантин. А это что значит? То есть образовалась дырка на определенном производственном участке. И поэтому вот, опять же, снижение уровня заболеваемости это ответственность каждого. Чем ответственнее ты относишься к себе, тем ответственнее ты относишься к окружающим тебя. И тем больше ты снижаешь риск того, что заболеют люди, которые тебя окружают. Чтобы не допустить массовых случаев заболевания и остановки, или снижения производства. Да, у нас были сбои на первом этапе, пока мы все это отладили, что кто-то не уехал, кто-то опоздал. Были там определенные возмущения со стороны коллектива, что мы кого-то не вывозим. Но мы старались максимально на все наши замечания реагировать, на все замечания людей реагировать. Была создана горячая линия, куда можно было позвонить со своей проблемой и сказать, что вот я там не уехал. Есть такая-то проблема. Опять же, в части транспорта нами была организована так называемая летучая бригада. Из состава там пяти автобусов были организованы диспетчера. И если люди не уехали, они могли спокойно позвонить, сказать, нам не хватило места в автобусе, пожалуйста, помогите добраться нам домой. Соответственно, доставлялся автобус необходимой вместимости, люди спокойно садились и уезжали. Поэтому мы как работали в направлении создания максимально комфортных условий работы для наших людей в условиях пандемии, мы так и будем продолжать это делать. Снятие или введение дополнительных мер мы точно так же будем корректировать в зависимости от заболеваемости и в зависимости от тех ограничений, которые будет или вводить, или снимать наше правительство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!